Эта улица названа в честь Михаила Федоровича Харченко. Инженер, капитан-лейтенант командовал легендарным бронепоездом «Железняков», который в 1941-1942 годах совершил 140 боевых выходов. Уничтожены дзоты, блиндажи и усиленные батареи противника. Лишь малая часть заслуг бронепоезда, который немцы прозвали «зеленым призраком». В честь Михаила Федоровича на доме номер 2 установили памятную доску, которая сейчас просто замазана краской. В таком состоянии памятная доска находится с 2017 года. Слой краски регулярно обновляется. Правда, кем, местные жители пока понять не могут. Отмыть ее своими силами мешает забор и закрытая калитка. Я писала на сайт правительства нашего города, прикрепляла фотографию, просила как-то обратить внимание, потому что это было перед днем победы в прошлом году. Ждала реакции, реакции не последовало. После праздника я написала повторно, но, к сожалению, ответа не пришло. И никаких действий предпринято, к сожалению, не было. Поэтому, в общем-то, все это выглядит вот так вот. Очень печально и очень жалко. Михаил Федорович Харченко, память о котором пытаются скрыть за слоем краски, награжден орденом Красного Знамени за храбрость, самоотверженность и мужество. В 20-е годы он проживал в Севастополе на Лазаревском переулке. Работал на заводе. Сначала инженер руководил строительством кораблей, а после и бронепоезда, командиром которого он станет в годы войны. Михаил Федорович Харченко оставался на мысе Херсонес в числе последних защитников Севастополя и пал в бою вблизи каземата в 35-й батарее. О том, каким он был командиром, сейчас рассказывают его потомки. Так как командир получил ранение, прислали нашего деда, командира. Очень нелегко в военные годы, но это не только мое мнение, мнение очевидцев, очень нелегко найти общий язык. Новая команда, то есть новые подчиненные. Михаил Федорович покорил их своей биографией. Рассказав все за такие боевые заслуги, очень обидно, что бронепоезд от улицы Харченко буквально 100 метров. Значит, получается, 8-9 мая мы готовим бронепоезд, мы показываем нашим потомкам, кого нужно помнить и чтить. А на улице, даже не поленюсь, Харченко-2, мемориальная табличка закрашена. Редакция НТС направит информационный запрос в департамент городского хозяйства Севастополя, чтобы выяснить, кто упорно старается скрыть от глаз память командира легендарного бронепоезда «Железняков». Дарья Гзюнова, Юрий Реутин, Севинформбюро.